Я спрашиваю, хочу полноценную семью, если у меня шанс, моему сыночку не хватает мужского внимания, спасибо вам за все. Никогда, запомните эти слова, никогда не выбирайте отношения, если с вами начинает встречаться дядя, который хорошо относится к вашему ребенку или к вашей, или там, ради этого нет. Каким образом необходимо выбирать? Он должен вам нравиться, он должен вам нравиться, во всяком случае не бесить и не раздражать. Вот если максимум, который может быть, когда вот 100% нельзя с мужчиной встречаться, а очень так часто бывает, он и бесит, и как выглядит, бесит, и как пахнет, бесит, и пальцы его бесят, и в интиме он тоже так себе, и храпит, и там, и пукает, и там, не так пахнет, но зато так хорошо относится к детям, так хорошо, стоп, стоп, а кто с ним будет жить? Что дети? Дети его увидели и все, и потом он ушел на работу, а жить-то вам придется, а это много, это суббота, воскресенье, это отдых где-то, это совместная жизнь, это просыпаться видеть, засыпать видеть, что это будет? Вы же себя ухайдокаете. Поэтому не ради детей, не ради детей, только ради себя, вот 100% только для себя. Мужчина и женщина живут друг для друга, дети это хороший, приятный, даже, можно сказать, великолепный бонус такой.